Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Много И запись альбома 6 Потому что все-таки 3 года мы молчали Ну так, если я уж говорить, то мы молчали 5 лет С последнего релиза, который был 2010 И это первый продукт, который мы выпустили за 5 лет Поэтому это для меня на данный момент Самое свежее, самое важное, актуальное Событие в жизни Амазри Дима Музыченко-гитарист пишет Демки Демки, которые потом приобретают вид песен То есть он придумывает практически полностью всю музыку Аранжировки Аранжировки, синтезаторы и так далее В дальнейшем все это попадает к Илье На репточку попадает к нам, где мы сидим Думаем над вокальными партиями В виде рыб Да, так называемых Ну то есть типа когда поется на неизвестном языке Похожем на английский Англиканский или как я забыл Македонский Вот, с такого плана И после этого пишутся тексты Авторам, которые как правило От рыбу накладываются Да, да Под ритмику вокала, придуманного заранее на македонском языке В силу того, что в принципе близкий достаточно русскому язык Накладывается под соответствующую ритмику, по слогам слова И таким образом придается уже смысловой окрас данной Какой-либо конкретно взятой композиции Мы очень соскучились по музыке в принципе Это не только создание В любом случае Дима создавал музыку и так В принципе все началось с того, что он создавал ее просто для другого проекта И в какой-то момент мы поняли, что это вот Туа Матери Которым мы бы хотели видеть его новый виток истории И наличие этого материала, наличие вдохновения у Димы И наличие нашей команды единомышленников, так сказать Вдохновило уже всех на то, чтобы объединить свои усилия Для того, чтобы сделать этот альбом таким, какой он получился Мне нравится Стало намного лучше, чем было 10 лет назад Но временами сложно бывает Не все успеваешь Какие-то там мелочи забываешь Там что-то оставляешь где-то Расческу для бороды, например Да Это была недавно целая прям большая Трагедия Трагедия и история по поводу утери данного артефакта Да Вот эти туры, концерты, это не для себя надо делать А для публики и как бы стараться себя держать в какой-то форме Ну да Не это самое Не слишком мало спать Да И не слишком много употреблять спиртных напитков По крайней мере до концерта Помимо музыкантов ходят звукорежиссер Михаил Кзаков Техник света и техник сцены Никита Краснов И фотограф-видеомейкер Алексей Махов И в принципе все эти дружные тусы мы катаемся И делаем шоу везде, где только можно Ну у нас есть концертный агент Вадим Петимов, концертный агентство Polygon Который занимается трафиком, логистикой PR-менеджер PR-менеджер Глеб Давыдов Который занимается организацией интервью на местах, например Вот И нашими официальными медийными ресурсами То есть в принципе в общей сложности получается, что в этом задействовано 10 Ну там есть еще несколько ребят, которые совсем за кадром Но короче нас намного больше, чем на сцене Если бы у меня было время, я бы может быть сделал какой-то лейбл Нанял бы хорошую команду профессионалов для того, чтобы эта музыка получила больший размах Вообще минусы в том, что наверное все вот это долгое время, пока мы молчали Без ложной скромности ничего не происходило И все сидели по своим норкам и ныли, что нет движухи И сами нихрена при этом не делали Пускали какие-то релизы Только отдельно взятые группы И в принципе я не могу сказать, что я слышал что-то такое, что меня прям впечатлило Была пара хороших, но Большой тенденции как бы не было Все как-то уныли, завяли И занимались непонятными мне делами и вещами Но движухи не будет, если сам ее не будешь создавать Поэтому отчасти для меня еще наше возрождение Это хороший пример для людей То, что все можно делать в любых условиях В условиях кризиса у руля правящие партии стоят Ребята, которые до сих пор слушают Чаев И играют Чаев вдвоем И как бы соответственно Политика видимо такова, что спрос рождает предложение Но прикол в том, что если не скорректировать предложение То есть спрос так и будет на все, что было уже давно сыграно И ничего нового не будет появляться Никаким образом никто не будет меняться Это с одной стороны хороша стабильность всяких метров Но с другой стороны это никак не стимулирует появление новых артистов Которые должны освежить уже немножко эту сцену БГ в тексте была строчка типа Где же там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли Что-то пока никто так не сделал Да и непонятно, что должно произойти Для того, чтобы стали появляться какие-то такие молодые коллективы Которые могут претендовать на звание великой группы всей Руси Действительно, надо ворваться на ОРТ Усыпить Эрнста и пустить в эфир наши клипы Срочно Осень у нас вся в концертах А зимой мы немного отдохнем Снимем еще пару клипов Зимой мы планируем записать английскую версию альбома И запишем английскую версию альбома Для экспансии на запад С какими-то, может, бонусными материалами Которые не вошли в основной Пара треков не вошли в альбом А мы все-таки очень хотим, чтобы люди их услышали Поэтому придумаем какой-то прикол еще с ними обязательно Я играю в Counter-Strike И моя мечта, когда я уйду на пенсию И не смогу держать в руках гитару Я стану профессиональным геймером Сейчас пока ты любитель, типа, или что? Ну, сейчас я профессионал, но такой подпольный профессионал Я хочу купить дом во Вьетнаме И когда я выйду на пенсию, не смогу держать полочки Чтобы мои дети подносили мне вискарь А честно говоря, если ты занимаешься музыкой и занимаешься серьезно То ни на что другое практически времени-то не остается Поэтому в свободное время я сплю Не, ну это все приколы, приколюшки А так мне нравится рэп Да, открыл для себя AppSoul Кендрик Ламар Да, и так далее Ну и олдскульный рэп Я для себя заново открыл Да ты выглядишь как рэпер вообще Да я просто, да, в душе на самом деле рэпер Последний слушал, мы летели сейчас сюда Я слышал Квиллер ТАК Аматори 6 Открыл для себя Аматори Да просто такой альбом, что я не знаю Я включаю первый трек, и мне не перемотать ни один Другой, я всегда его слушаю с начала до конца Слушай, на пик приходился этого где-то год на 2006, наверное Я помню, что тогда было прям в универ сложно даже пройти Потому что некоторые фанатично настроенные личности прекрасного пола Данимали дорогу от метро Гостиной Двор до Фонтанки 15 Занимало какое-то слишком долгое время Потому что надо было обязательно дать много автографов Сфотографироваться и так далее Ну вообще это очень приятно, конечно Нас узнают ребята уже постарше Которые слушали нас тогда и слушают нас теперь снова Делали визы в Эстонию И нам девушка заполняла анкеты И она как бы так заполняет, посмотрит, звонит, писает А вы случайно не музыканты? Ну да, из Аматри Ну да Ну как я угадал, а у меня типа там муж, коллега ваш Ну и таких ситуаций много было Ну да, стоматолог, который мне лечил два зуба недавно Тоже сказал Молодой человек, а вы в какой-то группе, наверное, играете, да? Вас где-то вот можно послушать? Я говорю, да, конечно Заходите у нас на сайте всяинфа Аматри.ру Вот тут я нормально угадал, о чем Распишитесь Я не знаю Я думаю, что даже переезжать-то не пришлось бы В принципе мы смогли бы отсюда работать Потому что терять российских слушателей Мы в любом случае не хотим и не станем И просто было бы классно работать на два фронта Потому что тем фронтом мы еще не занимались вообще никогда плотно Это очень интересно, как это вообще будет Но если есть цель и мечта И к ней хотите прийти в итоге То в принципе Мне кажется, тут и советовать нечего Потому что если есть определенное что-то впереди И ты себя уже представляешь на сцене Или что-то такое Это в любом случае ты автоматически сделаешь все шаги А совет как бы большинству российских групп Которые сейчас что-то делают Пойте на русском В России это более актуально, чем английский И всегда будет Ну если ты гонишься за актуальностью в России То да, можно на русском А если тебе просто английский больше на душе лежит То пой на английском Пой вообще что хочешь Делай Как на душе лежит Может быть на китайском На молдавском На любом Кого любил, не думай никогда Что даже путь мой будет без тебя Коцну лишь верить, что ты